Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите «Завтрак в городе Че» и с вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим легкий диетический завтрак, но он будет полноценным, это я вам гарантирую. В качестве основы для нашего завтрака это будут не совсем обычные бутерброды, не совсем обычные тосты. В общем, называйте их как хотите. Основой послужат обычные вот такие вот ржаные хлебцы, мы будем использовать две штучки, приготовим одну порцию. Также нам для наших тостов потребуется небольшое количество томатного соуса, потребуется небольшое количество кинзы, также добавим немножко зелени, какой-нибудь петрушки, можно добавить зеленый лук, можно использовать сыр, можно использовать куриное яйцо, можно даже добавлять отварную курицу или говядину. Сегодня я добавлю просто сыр и жареную глазунью. Я разогрею сковородку и, пожалуй, начну как раз таки с яйца, с глазуньи, разогрею сковородку, добавлю оливковое масло и начну формировать наши бутерброды. Возьму тарелку. В качестве основы, как я сказала, я использую сегодня ржаные хлебцы. Вообще хлебцы любят больше, наверное, все-таки женщины. Они часто покупают в магазинах вот такую вот диетическую еду и когда открывают, распаковывают дома, они не очень понимают, как это есть. Как, скажем, как это вообще можно есть? С чем это можно есть? Вот если, допустим, приготовить вот такие необычные вкусные бутерброды, то вполне, вполне такие хлебцы можно есть и с большим удовольствием. Несмотря на то, что это довольно такой диетический пресный продукт, хлебцы бывают разные. Они бывают воздушные, бывают рисовые, гречневые, ржаные. Вы можете выбрать на любой вкус. Сегодня я взяла именно ржаные, поэтому ржаные очень здорово будут сочетаться и с чесночком, и с зеленью, и с лучком зеленым. Если вы, например, рискнете добавить на завтрак зеленый лук, то это будет вполне уместно. Также я добавлю небольшое количество черного перца прямо на томатный соус. Томатный соус вы можете приготовить самостоятельно из замороженных, например, томатов, или вы можете воспользоваться готовой томатной пастой. Она обладает еще и такой вот кислинкой. Так, и нарублю мелко-мелко кинзу. У меня вот есть несколько листиков, я, наверное, все-таки оставлю для украшения вот пару веточек. Все остальное нарублю мелко-ножом. Мне кажется, что томатный соус вообще идеально сочетается с кинзой. В принципе, вместо кинзы, если вы не очень любите кинзу, можно добавлять любую зелень, это может быть укроп, это может быть, опять же, да, я говорила, зеленый лук. Поэтому добавляем, опять же, по вкусу. Я добавляю небольшое количество, чтобы кинза не перебивала вкусы и запахи остальных ингредиентов. Теперь я нарежу сыр. Сыр это может быть обычный твердый сыр российский, может быть пармезан, можете взять моцареллу. В общем-то, любой сыр, который немножко подплавится, мы будем сверху выкладывать горячую глазунью, поэтому хотелось бы все-таки немножко, чтобы сырочек подплавился на наших таких вот диетических тостах. Можно приготовить отдельно два таких тоненьких бутерброда, можно их совместить вот таким образом и приготовить один двухэтажный. Так, вот это я убираю и отправляю яйцо на сковородочку. Масло уже разогрелось, наша задача просто приготовить глазунью. Добавлю небольшое количество соли, просто ждем, пока схватится белочек, и можно будет выкладывать на тост. Глазунья готова. Стараемся осторожно выложить на тост. Украшу веточками кинзы. Ну что, дорогие дамы, а может быть и мужчины, те, кто старается привести свое тело в порядок, предлагаю приготовить вот такой замечательный, калорийный, вкусный, но в то же время диетический завтрак. Желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин